Сейчас приедем домой, отдохнем, покушаем, и так далее. Так, я ложу телефон в карман, мне рука замерзнет. Давайте. Хорошо. У наших югорских соседей в Пытьяхе под объектив почти случайной мобилы попали уникальные в своем роде видеокадры, сорванного на корню финального этапа злодейской операции, подъему кругленькой суммы денег удоверчивой 74-летней пенсионерки, у кронацистской подонки, телефонной мошенники, два дня вешали пожилой даме лапшу на уши и убедили ее горчанку перевести все ее сбережения, к слову, немаленькие деньги, 850 тысяч, на уникально безопасный, по их словам, банковский счет. Даже предлагали купить новую мобилу и установить на ней приложение, чтобы все гроши перевести куда следует. Но пенсионерке крупно повезло, притом дважды. Во-первых, она не смогла разобраться с тем самым мобильным приложением. И потому, но это уже во-вторых, вышла из телефонного сумрака в офлайн. И даже успела замерзнуть, ожидая обещанную мошенникам тачку на морозном пленэре возле торгового центра. Так, смотри, вот прям к угловому входу сейчас подъедет через 10 минут, а белая машина 639 тонн. Это долго, я замерзгла уже. Ну, можешь пока зайти обратно в магазин, подожди. Ты смотри, там, ну, там девушку я попросил посадить тебя на такси, она, я не знаю, или в шутку сказала, или что. Она стоит и ведет. Я возьму там 10 тысяч. Ну, в общем-то, ты смотри там за деньгами. Никто у меня ничего не возьмет. Пока аферист по телефону объяснял бабульке, где ожидает такси ее, чтобы съездить к банкомату и перевезти, куда следуют деньги, случайная горожанка, 40-летняя дама, поняла, что происходит и попыталась отговорить пенсионерку от опрометчивого шага, но та заупрямилась. И тогда дама позвонила в полицию. К торговому центру подъехал капитан полиции Иван Мамчур и лично убедился в том, что пенсионерку на его глазах разводят на бабло. Сейчас подъедет такси и поедем домой. А какая? Ты же тебе сказал, белая машина, 639. 639 номер, все, белая машина. Не без труда. Страж порядка уговорил пожилую даму не совершать опрометчивого шага. Позже старушка детально рассказала сотруднице полиции, в какую блуду она вляпалась. Они сказали вам, что мошенники пытаются обналичить ваши счеты. Да, да. Все, вы стали переживать и стали следовать указаниям звонивших правильно. Потом к вам подошли возле банкомата уже сотрудники полиции. Да, в штурме, крайне. А ее девушка, которая пригласила сотрудников, помогала вам возле банкомата, правильно? Но деньги вы мошенникам не перевели? Нет. Украинские аферисты остались с носом. А доброй самаритянке, спасшей пожилую землячку от мошенничества, полицейские вручили букет цветов и благодарность за бдительность. Продолжение следует...